Чуваки, привет! Быстрый апдейт по рынку. Сижу в офисе The Moon, монтирую интервью с Карлом, оно выйдет сегодня вечером, а пока хочу сказать пару слов про биткоин. Ну что, смотрите, мы скорректировались на самом деле в порядке вещей до 4-х часовой сетки EMA Ribbon. Мы все еще можем упасть еще чуть ниже, например, куда-нибудь там 19800 заколоть, скажем, да, и все еще оставаться в бычьем локальном тренде. Если мы посмотрим на дневку, то тут вообще все окей, вот у нас здоровая коррекция прямо сейчас до верхней границы этой сетки. И если мы накинем FIB от локального low до локального high, то мы видим, что да, мы можем опуститься даже на 61.8, и это будет уровень 19600, и все равно паниковать не стоит, стоит только менеджерить свой риск. Но если мы говорим про бычью структуру, то 0.5 уровень, я думаю, нас удержит, это как раз 19800. Поэтому моя зона интереса – это все, что ниже 20000, я лично буду добирать, потому что, на мой взгляд, биткоин показывает сейчас гораздо более лучшую динамику, чем тот же фондовый рынок. У нас в чате вчера все обсирались по поводу отчетов Apple, Amazon и прочих гигантских компаний. Но я думаю, что это все уже учтено в цене, как бы сейчас финальный закол, и я думаю, что как крипта, так и фондовый рынок, что то, что это – не что иное, как медвежья ловушка. Что это хуйня? Что это хуйня? Тем более, вот интереснейший в нашем телеграме я переводил твит, который сделал товарищ TechDev, про то, что индекс доллара пробил параболическую структуру, посмотрите. И как он коррелирует с ценой биткоина, абсолютно стопроцентно обратно коррелирует. То есть сейчас, по всей видимости, мы, может, увидим еще небольшой отскок по индексу доллара с ретестом вот этой вот линии поддержки по RSI, который он пробил. И оттуда уже пойдем дальше в более глубокую коррекцию. Соответственно, по битку, наоборот, мы ждем с вами небольшой подъем, который вот уже начался, потом небольшой откат и потом уже полноценный разворот. Поэтому проверьте подписку на наш телеграм-канал, чтобы не пропускать все эти уведомления. И также на наш YouTube-канал, соответственно, чтобы быть в курсе дел. Вот, и давайте взглянем на индекс доллара, на TradingView, что мы здесь видим. Что действительно DXY у нас пробил с вами двухлетний аптренд, посмотрите, и по RSI тоже двухлетнюю бычью линию поддержки. Сейчас она тестируется прямо сейчас, как вы можете видеть, в качестве потенциального сопротивления. И вот мы отскакиваем до сетки EMA Ribbon, мы можем отскочить еще до вот этой параболической трендовой. Но потом, вероятно, мы пойдем дальше вниз, поскольку структура уже напоминает структуру перелома тренда. Напишите в комментариях, согласны ли вы с этим или нет, или вы ждете более высоких значений по индексу доллара и, соответственно, более сильный дамп по биткоину. Но если он сделает так, то все будет очень хорошо, потому что сейчас никто не верит в рынок. Все настроены супер-мега по Медвежье, а я вам еще раз повторяю, что вот мы пробились из треугольника, мы пробили нисходящее сопротивление. И сейчас тестируем его обратно как поддержку на локально перегретом RSI. Это абсолютно нормально, мы можем нарисовать что-то вот такое и пойти дальше наверх. Ну и пока я это записываю, вот я вижу, что биткоин все-таки удерживает вот эти вот уровни. Да, у нас тут есть небольшая плита по 20 тысяч, по 19500 также выставили ордера, причем это произошло вот в этот момент еще, когда мы начали падать. Я думаю, что мы, конечно, можем туда дойти, но так много ожидающих сейчас вот здесь, что я думаю, мы просто туда не дойдем и пойдем дальше наверх. Именно поэтому я продолжаю держать свою лонг-позицию. Я разгрузил ее уже наполовину, насколько вы знаете из прошлых стримов. Это был очень удачный лонг, я вывел просто баснословный профит без малого x2, но продолжаю держать половину своей позиции, потому что отдаляясь, я понимаю, что какой рост еще тут ростом даже и не пахло. И мы действительно формируем что-то похожее на глобальное двойное дно с потенциальным пробоем наверх как минимум куда-то на 30 тысяч долларов на вот эту вот зону предыдущей поддержки, которая сейчас может выступить как первое локальное сопротивление. Но после этого, я думаю, что мы ее прошьем и полетим еще выше куда-нибудь примерно вот в эту вот зону, которая является средневзвешенной ценой. Это 40-50 тысяч долларов. Если вы посмотрите среднюю цену битка за эти два года, то вы удивитесь, может быть, но это действительно 40-50 тысяч долларов. Все, ребята, мысли вот такие, все ссылки в описании, торгую на бирже Bybit. Обзор по этой бирже сейчас у вас появится в конце ролика, если вы не знаете, как на ней торговать, обязательно посмотрите. Торгуйте аккуратно с риск-менеджментом и до встречи в следующих апдейтах, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok